Всем привет! Это видео будет посвящено уничтожению страндийской защиты за белых. Будет разбито на две части с ходами Е5 и отдельно Ц5. Итак, хочу сказать, что этот вариант подходит тем, кто только начинает учить закрытые варианты, так как именно здесь вы увидите основные принципы страндийской защиты, какие фигуры нужно менять, какие основные планы и идеи. Итак, давайте начнем конкретно рассматривать по ходам. И в процессе ознакомливаться с новыми идеями. Д4, конь Ф6, С4, Ж6, конь С3 и черные играют здесь слон Ж7. Именно данная фенкета является признаком страндийской защиты, что пешка не встала на Д5, иначе бы это была защита Грюнфрида. Мы играем Е4. Вот. Захватываем сразу центр. Черные играют Д6. Могут также походить, сперва сделать ход рокировку, но в принципе особого значения не имеет. Д6 может немножко гибче, в том плане, что есть где-то идея с конь Ж4, если сразу там пойти слон Е3. Поэтому белые играют здесь Х3. Собственно, вот эту линию я хочу вам показать. Линию с ходом Х3. Когда тут раньше было играть очень модно, потом в связи с переходом варианты Мара Ц, структуру Мара Ц с ходом С5 после двух нулей, Х3 немножко мода пропала на этот ход. Но, однако, сейчас она вернулась. Однако, мы это посмотрим чуть позже, по какой причине. Итак, ход Х3. С какой идеей? Во-первых, мы хотим поставить слона на Е3. Да? И чтобы нигде не было хода конь Ж4. Во-вторых, мы где-то хотим походить Ж4. Черные делают пока что два нуля. Понятно, что им ничего не угрожает. Сейчас Ж4 немного рано. И мы играем слон Е3. Укрепили пешку Д4. Ход Х3 пригодился. Не пускаем коня на Ж4. И теперь у черных есть выбор. Собственно, здесь позиция, с которой начинается теория. У черных здесь есть очень много разных ходов. Но основными идеями у черных будет выбор. Это либо Е5, либо Ц5. То есть черные должны определиться со своей пешечной структурой. Поставят они ее на Е5 пешку. Либо же поставят пешку на Ц5. Все остальные хода переходят в эти варианты. Например, конь БД7 есть ход. Есть ход коня 6. Есть ход Ц6. Это все будет собственно переход. Нам нужно понять, что мы должны стремиться к переходу. Либо Е5, либо Ц5. Мы должны за этим следить. Итак, в данной главе мы рассмотрим вход Е5. Основной ход. черные бьют по центру. И мы здесь должны походить Д5. Закрываем центр. Для чего мы закрываем центр? Потому что есть известное правило. При закрытом центре мы имеем право атаковать на фланге. Мы закрываем Д5. Соответственно, сейчас у нас будет план атака на королевском фланге. На черного короля. Прошу заметить так вкратце. Если бы черные походили Ц5, что мы посмотрим во второй главе, либо же все другие хода, то мы будем уже играть КНЕ в 3. Собственно, этот ход переходит в вариант Марци. Почему мы здесь не можем походить Д5 в ответ? Ход такой есть, но после Д5 черные подорвут пешку Е6 и уже атака на королевском фланге будет немножко неактуальна. Так как центр открыт, при открытом центре атаковать на фланге нелогично. Итак, мы рассматриваем ход Е5. Как я уже сказал, мы двигаем пешку вперед на Д5. Центр полностью заперт. Так, и теперь у черных есть несколько идей разных. Одна из основных идей это перевод КНЕ Б8 на поле Ц5, где он будет давить на пешку Е4 и в последующем подрыв с помощью Ц6. Другая идея это перевод КНЕ Ф6 на поле Ц5, как играл Хикару Накамура с идеей продвинуть пешку на Ф5. Очень часто, кстати, вот этот план с Ф5 является, так сказать, под себя. То есть черные проводят вроде бы Ф5, вроде бы делают какие-то активные действия, но это на руку лишь нам. Поэтому мы должны подготовиться к ходу Ф5. Итак, давайте рассмотрим хода, которые здесь есть. Это КНЕ А6 и А5. Самостоятельное значение немножко имеет ход КНЕ А6. Достаточно редкий ход, так практически никто не ходит, но мы играем СЛОН Е2 в данном случае. Немножко нестандартный план, поэтому можно начать с хода КНЕ А6. Тут этот вариант я советую именно просто запомнить реакцию на ход КНЕ А6. Здесь мы уже Ж4 походить не можем в соответствии потому что будет сломое поле на Ф4, КНЕ А6 пойдет если побить СЛОН Ф4, что является еще грубой ошибкой, то черный бьет ЕФ, СЛОН Ж7 стреляет по диагонали, появляется поле Е5 у черных и у черных будет огромный перевес. Поэтому надо запомнить здесь просто точную реакцию тут как бы никаких особенной идеи нету мы должны просто запомнить этот вариант он редкий короткий мы должны запомнить что там СЛОН Е2 нападаем КНЕ А4 СЛОН Ф3 возвращаем пешку Ж2 черный играет Ф5 мы играем Ж3 после ФЕ КНЕ А4 СЛОН Ф5 да тут понятно что Ж входа нету так как будет Еф с последующим ладей Е8 и фигура может на связке потеряться поэтому мы играем спокойно КНЕ А2 пока что у нас все защищено ФЕ7 черный играет все еще готовится на ЖФ ЕФ делают рентген поэтому мы играем КНЕ А2 на С3 что у нас хорошо здесь в этой позиции что у нас есть фарпос на поле Е4 то есть после того как черная пешка Ф исчезла с доски поле Е4 становится для нас очень важным мы его зафиксировали конем и конь в центре обеспечивает нам плотную позицию КНЕ А7 Защитили пешку Х3 КНЕ А3 Кроме того как защитили пешку Х3 кстати еще есть где-то возможность для КНЕ А5 черные меняют КНЕ А6 одного из коней КНЕ А6 СЛОН А6 и ставим слона на Е4 не спешим с расположением КНЕ А3 на Е4 никуда не денется это поле СЛОН Ж7 КНЕ А7 такая искусственная рокировка и где-то уже угрожаем побить ЖФ поэтому черные реагируют СЛОН Е4 КНЕ А4 и отходит КНЕ А5 КНЕ А6 КНЕ А6 КНЕ А7 КНЕ А6 КНЕ А7 У белых стратегически очень хорошая позиция так как КНЕ А4 невыгоняемый у белых есть возможности с проведением плана С5 с последующим давлением на пункт Д6 В целом белые здесь спешить не должны аккуратно вывести ферзя вывести ладью Х1 свою на центральной линии например С и Д и будет у белых все очень плотно и игра на два результата только белые здесь могут что-то придумать также есть поле Е6 и так еще раз на КНЕ А5 давайте повторим вариант на КНЕ А5 мы играем СЛОН Е2 нападаем на КНЕ А5 после КНЕ А4 естественно СЛОН Е4 бить нельзя потому что СЛОН Е7 будет стрелять по главной диагонали и создаст нам много проблем поэтому мы играем СЛОН Е3 защитили пешку на Ж2 черные играют активно Ф5 если черные здесь промедлят то нужно понимать что у нас уже есть идея связана с ходом Ж3 с последующим нападением на КНЕ А5 и КНЕ зададим вопрос что он вообще здесь делает поэтому черные должны играть форсированно играют Ф5 мы все равно ходим Ж3 ФЕ КНЕ4 и СЛОН Ф5 такой тактический трюк после которого Ж вбить сразу же нельзя потому что будет ЕС слон уйдет например на Д2 и после ладей Е8 мы можем остаться без фигуры ну то есть отыграть фигуру нам это не нужно мы играем КНЕ2 у нас стратегически позиция с перевесом так как у нас есть стоянка на Е4 у черных есть слабое поле Е6 поэтому мы играем плотно черные играют ФЕ7 КНЕ2 идет на С3 подкрепляет КНЕ4 КНЕ7 и Х4 защитили на всякий случай пешку Х3 и обеспечили себе возможность КНЕ6 в будущем черные КНЕ6 играют мы выменим КНЕ6 и ставим слона на Е4 теперь уже при случае где-то так черные играют слон Е7 теперь КНЕ1 и вот теперь при случае где-то есть ход СЛОНЕ4 КНЕ4 КНЕ5 КНЕ6 видно что у белых все плотно теперь перейдем конкретно уже к позициям в которых требуется понимание в котором мы получим основу староиндийской защиты за белых и так черный переводит КНЕ6 есть еще ход А5 но я считаю что ход КНЕ6 получше чем ход А5 так как А5 можно потом будет подумать походить или не походить и тут белые играют Ж4 то о чем я говорил начинаем игру на королевском фланге начинаем атаку на короля захватываем пространство вот черные играют КНЕ5 в принципе логичный ход иначе зачем они походили КНЕ на А6 напали КНЕ на пешку Е4 видим КНЕ5 КНЕ6 напали на пешку Е4 у нас защита только КНЕМ Ц3 поэтому мы должны походить здесь Ф3 очень часто здесь люди забывают чем нужно защищать эту пешку Е4 думают может быть СЛОНЖЕ2 все таки развиваем фигуру но нет смотрите здесь очень важно СЛОН на Ф1 стоит лучше чем на Ж2 так как он контролирует пешку Ц4 в будущем поле Б5 и поля Д3 нам нужно походить Ф3 в любом случае так как мы хотим сделать следующий ход Х4 Х5 и довольно таки типичная идея в стороне индийской защиты это штурм пешки Аш до упора поэтому если мы не пойдем здесь Ф3 то СЛОН Ж4 будет нависать после хода Аш 4 поэтому ход Ф3 нам в любом случае полезен не переживаем насчет слабого поля Аш 4 у нас есть пока что чернопольный слон то есть если бы черного коня здесь уже не было коня Ф6 его не было бы то СЛОН А6 был бы ход тактический ресурс СЛОН А6 и ФЕРЗ А4 тогда у черных был бы огромнейший перевес за счет слабых полей слабых черных полей поэтому пока что мы играем Ф3 теперь смотрите наша идея провести Аш 4 Аш 5 но естественно все так сладко сразу не будет нужно подготовиться к этому вторая наша идея это захват на ферзевом фланге это ходом Б4 поэтому у черных здесь есть собственно выбор допускать Б4 или не допускать Б4 мы сперва с вами рассмотрим ход А5 когда черные не допускают Б4 что мы здесь будем делать итак после А5 мы играем ФД2 довольно таки важен этот момент походить ФД2 в чем ой секундочку в чем идея собственно походить давайте еще раз Е5 Д5 А5 Ж4 Конь А6 ФД2 Конь С5 и Ф3 вот это та же самая позиция я чуть-чуть перешел в нее через ход А5 здесь очень много переходов как я уже говорил можете запомнить эта позиция такая же самая может быть нужно было сперва через А5 посмотреть итак ФД2 в чем важность хода ФД2 в этой позиции тут в данном случае мы только походили Ф3 но все равно заранее нужно поставить ФД2 в чем идея потому что у черных есть возможность если не походить ФД2 то у черных была возможность походить Х5 давайте все-таки вернемся к той позиции итак вот здесь будет прям очень хорошо видно почему надо походить ФД2 особенно через такой порядок ходов дело в том что если походить вместо ФД2 какой-нибудь ход наподобие КЖЕ2 не очень точный сомнительный ход то черные могут встретить грамотно ходом Х5 после чего если мы походим ФД2 теперь с идеей сделать длинную рокировку у черных имеется важный ресурс ход КНХ7 такой вот один из важных защитителей ресурсов для черных и теперь у нас нет возможности побить ЖАЖ и ЖАЖ скрыть линию же потому что есть ход ФД4 с взятием ФД2 бьет Х5 понятно да и соответственно пешная структура черных и всем же остается целостной и атака на черного короля будет заторможена и не факт что успешно поэтому надо походить ФД2 чтобы если черные походили вдруг Х5 мы могли успеть сделать 3 0 и у черных не было бы возможности походить КНХ7 так как ЖАЖ придется бить и тогда в будущем мы походим СЛОН Ж5 и заставим эту пешку принять решение что с ней делать или бить АЖ или мы побьем ЖАЖ и конь будет связан вот именно в этом важность идеи но давайте посмотрим через порядок ходов вот здесь все-таки через ход А5 раз уж мы смотрим эту позицию давайте через ход А5 посмотрим А5 Ж4 КНХ А6 ФД2 да вот здесь важный такой порядок ходов сперва видите на Е4 еще не висит но все равно мы поставим ФД2 Ф3 пока что не ходим без надобности подождем пока нападут на пешку Е4 ходим ФД2 черные если играют КНЦ5 то мы играем Ф3 защитили пешку Е4 вот та самая позиция то есть здесь у черных есть 4 хода основные это Х5 КНФД7 С6 и КНЕ8 ну на Х5 мы уже с вами ознакомились что надо сделать длинную рокировку с идеей пойти слон Ж5 и побить ЖАЖ нам нужно разбить пешечную структуру черных нету хода КНХ7 так как будет ЖАЖ это важный момент когда вы будете играть ну то есть возможно вы захотите играть это за черных тоже эту позицию или вообще вы играете возможно уже староиндийскую защиту за черных то можете знать такие нюансы и такие планы как КНХ5 КНХ7 с последующим Ф4 на заметку себе взять отложить в голове где-то и на будущее за любой цвет и так Ф3 смотрите с Х5 ходом мы ознакомились теперь мы посмотрим с ходом С6 позже вернемся к отходу конем на Д7 и на Е8 логично что там черные хотят провести Ф5 пока что смотрим ход С6 и теперь в данном случае нужно тоже понять одну вещь что ход Х4 в данном случае невозможен потому что если походить неправильно Х4 то черные встретят неприятным ходом Х5 ударом на G4 и после G5 уже наша атака застопорится конь просто уйдет и черные не будут ничего делать на королевском фланге поэтому нам нужно подготовиться к ходу Х5 перед тем как ходить Х4 мы играем конь ЖЕ2 сперва конь путешествует на поле Ж3 конь маневренная фигура поэтому мы идем по маршруту конь Е2 конь Ж3 усиливаем позицию коня итак черные бьют СД мы бьем пешкой СД ни в коем случае ничем другим потому что нам нужно оставить зацементированный центр черные играют слон Д7 выводят фигуры и где-то уже хотят пойти Б5 но мы как раз вовремя убираем коня Ж3 то что я говорил что слон должен стоять на Ф1 видите слон Ф1 контролирует поле Б5 то есть если нам здесь пойдут Б7 Б5 то мы просто съедим слоном на Б5 не будем мы зацикливаться на том что нам надо поставить мат мы смело заберем пешку и останемся с лишним материалом поэтому черные Б5 здесь ходить не могут но у них есть план связанный с ЛД8 и проведением Б5 ход ЛД8 мы посмотрим чуть позже пока что стандартный план это А4 черные хотят поставить ФРЗя на А5 мы здесь играем А4 уже имеем право толкнуть пешку А4 видите конь G3 помогает защищать пункт H5 то есть теперь H5 невозможно так как GH и черным придется бить GH ну или конь H5 конь H5 GH и линия G будет открыта поэтому черный играет ФРЗя 5 мы толкаем делаем штурм пешечный H5 пешка H и у черных здесь две возможности B5 так со мной походил Феруджа один из сильнейших шахматистов планеты сильнейший юниор до 20 лет в мире и так ход B5 он походил со мной но давайте немножко ознакомимся с ходом А3 смотрите вот на А3 очень важный ресурс который нужно здесь запомнить это ход B4 мы выигрываем время делаем двойной удар ход достаточно темповый и после ФРЗ B4 ладья B1 захватываем линию B с темпом ФРЗ А5 а вот теперь уже делаем ход H6 как и говорил штурм пешка H до упора чего мы добились с ходом H6 почему мы не побили H же а походили H6 таким образом мы заставили слона уйти на H8 и не факт что он когда-либо выйдет с этой доски он упирается в пешку E5 и слон там просто не фигура слон в запертии по полной программе именно в этом идея это такая можно сказать стратегическая идея то есть мы выбрали играть на ограничение фигуры нежели на атаку на короля но атака все еще продолжается красивейший ход конь F5 с угрозой конь E7 мат с нападением на пешку D6 важный момент что здесь на G партия сразу заканчивается после хода слон C5 и освобождение поля ферзь G5 мат то есть тут разгром сразу же этот ресурс нужно запомнить вот я раньше когда-то думал что конь F5 ход надеется на то что если ну то есть не надеется даже а что если GF черный побит то идея в том чтобы просто побить GF и там по линии G как-то будет мат из-за этого я даже однажды чуть не проиграл партию вот ну к этому тоже вернемся чуть попозже конь F5 черный обязан бить слон F5 мы бьем GF вот черный играет например конь E8 и мы играем конь B5 ну конь E8 с какой идеей чтобы как-то слона H8 да слон F6 оживить и плюс пешку D6 подзащитить конь E8 и мы играем в конь B5 мы с удовольствием готовы размыть ферзи несмотря на то что у нас есть даже точнее на то что у черных даже есть лишняя пешка потому что у черных очень плохой слон на H8 слабость пешки на A3 и у нас очень мощные два слона слон F1 и слон E3 очень забавная ситуация что я вот подобную позицию даже как-то смог сыграть в ничью несмотря на то что у черных как сказать что у меня даже какой-то фигуры по-моему не было на доске еще настолько слон H8 был плохой ну там немножко другая позиция была но все же тут очень приличный перевес где-то после размена ферзей будет мелькать удары конь B6 слон B5 ну и в целом у черных очень пассивная позиция нету особой возможности для контр игры итак запомним давайте на А3 очень важный ресурс мы играем B4 ферзь B4 ладья B1 и H6 давайте вернемся к партии после H5 вот здесь мы только что посмотрели ход А3 на который мы отреагировали B4 а посмотрим что если черные играют B5 в данном случае все то же самое мы играем H6 слон уходит на H8 и конь прыгает на F5 уже знакомая нами идея слон F5 G и B4 это так походил со мной Феруджа и вот здесь я с ним допустил одну ошибку мы играли эту партию наличие с контролем 3 плюс 0 вот и здесь я сделал с ним ошибку я походил конь B5 довольно таки не очевидно почему ход конь B5 не туда казалось бы сильное поле у коня B5 нападение на D6 забавно что наша партия закончилась довольно таки быстро после конь B5 он походил ладья FD8 защитил на D6 я походил ладья C1 он походил ладья А B8 я походил FG он походил FG я побил конь бьет D6 ладья бьет D6 слон C5 ладья D8 D6 конь D7 слон C4 король F8 ферзь D5 сдался то есть 26 ходов просто разгром здесь по полной программе и это было с Феруджи который атакующий шокоматист который любит играть на индийскую защиту но к сожалению конь B5 ход не сильнейший так как у черных здесь есть важный ресурс конь F бьет на E4 F конь E4 когда вы играете белыми против староиндийской защиты нужно всегда быть готовым что черные пожертвуют какую-то фигуру какую-то пешку за инициативу за создание контр-игры поэтому нужно смотреть в оба так скажем и быть максимально напряженными смотреть не допустить никакую-либо жертву то есть лучше не выиграть там какую-то пешку но стратегически продолжать давление вот после хода FG2 у черных есть вот достаточно несложная ничья ходом B3 король уходит на D1 и A3 белый бьет конь бьет A3 ферзь D5 шаг король E1 и ферзь за пешак с вечным шагом на самом деле я эту позицию даже бы продолжил возможно играть за черных и попытался бы как-то еще черными белых напрячь вот особенно в близ но вот как минимум есть вот такая вот форсированная ничья поэтому вернемся к ходу B4 если вы уверены что ваш соперник не походит конь E4 или даже в близ то можно играть смело конь B5 конь на B5 конечно же стоит лучше чем на D1 но нужно быть готовым к удару конь B4 поэтому мы играем конь D1 по правильному черные играют конь FD7 и выводим слона на H3 слон F6 и делаем просто короткую рокировку чего мы добились что у нас остался король в безопасности конь в будущем с D1 может перейти на F2 у белых все фигуры активнее а атака еще не так уж и завершена в любом случае нам даже выгоден переход в Эйшпиль так как слон F6 плохой перевес белых здесь очевиден и много пространства для идей и так давайте еще раз посмотрим как это произошло по ходам и так исходная позиция E5 рассматриваем с вами D5 и смотрим ход A5 опять таки важный момент что черные могут начать с хода коня 6 поставить коня на C5 и потом походить это будет переход мы играем G4 конь A6 ферзь D2 важный момент чтобы на конь C5 походить F3 защищаем пешку E4 и помогаем продвижению пешки H4 защитой пункта G4 после F3 мы только что рассматриваем с вами ход C6 подрыв центра ведем коня на G3 с идеей провести пешкой провести пешку на H4 и чтобы черные не встретили ходом H5 черные бьют Cd Cd играют слон D7 мы играем конь G3 по нашему плану и мы только что рассматриваем ход A4 давайте посмотрим если черные походят ладья B8 в последнее время очень популярный ход стал с моими учениками начали играть ладья B8 ну и даже со мной в какой-то партии тоже сыграли ладья B8 идея черные довольно таки понятная черные хотят пойти B5 в последующем B4 но ничего страшного здесь на самом деле это и нету мы играем H4 черные играют B5 H5 то есть мы играем шаблонно толкаем пешку H до упора B4 конь D1 и вот здесь с учениками мы играли слон B5 а вот со мной однажды походили слон G4 в Блиц слон G4 немножко такой ошаращивающий ход кто играет вариант драконов сицилиянской защите тому не привыкать также слона на G4 вот за пешки как я уже говорил что в стране дикие надо следить за такими ударами но в данном случае слон G4 ничего опасного нет мы забираем FG и после кони 4 забираем кони 4 кони 4 играем ферзь H2 с последующим HG и атакой по линии H а на конь G5 среди конь F3 мы ходим просто слон E2 очень важно что я вам говорил уже слона сохраняем на диагонали F1 H6 так как он контролирует поля поля F3 то есть не слон G2 лучше всегда ставить на слона на E2 угрозы белых остаются серьезными поэтому позиция черных должна развалиться если же черные здесь пойдут на конь D1 слон B5 то мы просто играем G5 конь D7 и ферзь H2 то есть пешкой H6 уже не толкая а наоборот создаем угрозы атаки на короля кони F2 и конь G4 очень хорошо что у нас король в безопасности король на F1 на G2 возможно перейдет ладья A на C1 перейдет это то что прям сразу бросается в глаза ну и плюс полет фантазии для того чтобы как-то здесь заатаковать короля думаю что здесь идей очень много начиная от хода кони F5 который прям очень сильно напрашивается и там продолжая ходами кони F6 там F8 в будущем и так понятно да реакция на ход ладья B8 ничего страшного здесь нету поэтому давайте перейдем к этой позиции это мы защитили пешку на E4 и у черных есть ресурс кроме C6 и хода H5 да на H5 мы делаем важный ход длинную рокировку я напомню после F3 у черных здесь есть возможность убрать коня F6 с целью провести F7 F5 и начнем мы с такого хода как конь E8 есть два хода конь E8 и конь F7 по моему мнению конь F7 лучше чем ход конь E8 стратегически сейчас посмотрим почему теперь важный момент смотрите после того как черный убрали коня на E8 или D7 мы уже не боимся что на H4 на 3 отходом H5 так как после H5 будет GH и у черных нет возможности взять на H5 конем поэтому мы смело ходим H4 не проводим даже коня E2 на G3 конь остается на поле G1 мы не теряем время сразу же начинаем штурм пешкой H до упора и так H4 и черные обязаны провести 5 иначе убирали коня это тот случай когда мне кажется что проведение пешки на H5 проведение данного плана это так скажем под себя когда они только на руку белым помогают белым атаковать корея только легче становится и так H5 в данном случае важно запомнить что когда конь ушел на E8 то мы забираем на H5 именно пешкой E4 это важно запомнить когда конь ушел на E8 забираем пешкой E4 сейчас объясню почему наглядно на примере на ходах и так мы бьем EF черные бьют естественно GF и мы продвигаем дальше ходом G5 захватываем пространство наш план теперь заключается в том чтобы пойти H5 и H6 после G5 черные играют например FD7 мы играем конь H3 черные играют слон D7 мы играем H5 и черным надо что-то делать рано или поздно приходит время когда задается вопрос что черные хотят сделать и черные играют F4 вот собственно почему мы не боимся то есть почему даже не боимся а почему мы забрали пешкой E4 так как после F4 мы забираем слон C5 тот самый редкий случай когда мы отдаем в стране чернопольного слона это очень редкий случай отдавать его практически никогда не нужно но в данном случае мы отдаем чернопольного слона взамен на то что мы фиксируем по белым полям пешки ну точнее по черным полям фиксируем пешки черных ставим коня на E4 у нас есть очень сильное поле E4 потом ставим слона на D3 коня H3 на F2 делаем длинную рокировку ладья D на G1 и просто громим черных перевес белых очевиден невооруженным глазом невооруженным взглядом вот собственно поверьте мне эту позицию пытался играть черными против своих учеников и очень противная позиция здесь за черных это важный момент теперь смотрим дальше если черные уходят конь F на D7 мы играем все так же H4 потому что нету возможности у черных походить H5 мы играем H4 черные играют F5 и здесь уже немножко другая реакция здесь уже мы бьем пешкой G4 мы бьем GF GF и делаем длинную рокировку смотрите мы здесь уже не могли походить пешкой GF потому что потому что после слон бьет C5 конь C5 конь D7 встанет новый конь встанет на поле коня C5 и теперь уже у нас не будет сильного поля E4 вот это важно для понимания поэтому нам нет смысла освобождать клетку E4 поэтому мы бьем здесь в данном случае GF это легко понять и легко запомнить то есть именно запомнить это может вылететь из головы а когда вы понимаете для чего это и почему так работает то тогда запомнить это достаточно легко и так GF GF и делаем длинную рокировку тоже обратите внимание не так часто белые уходили в длинную рокировку до этого мы смотрели варианты это были исключения когда черные встретили ходом H5 сделали себе очередную зацепку нам надо было спрятать коровя либо вот сейчас так как обычно позиция в центре закрыта и король чувствует себя уютно и на начальной клетке делаем длинную рокировку F4 уводим слона F2 чернопольного слона уже мы не отдаем потому что слон C5 нет смысла черный побьют конь C5 даже если бы конь уже стоял на Е8 слон C5 тоже не было бы смысла потому что у нас нет взамен поля Е4 то есть это называется бесплатно подарили слона зачем вот конь F6 толкаем до упора пешку H5 пешку H точнее слона H6 и выменяем белопольного слона слона H3 тут очень важно что сохранили слона F2 по черным полям а белопольного поменяли очень часто даже говорится что если в стороне индийской защите нету белопольного слона то и атаки быть не может ну со стороны черных и позиция белых тоже с большим перевесом так как у нас фигура осталась лучше чем фигуры черных и так получается мы с вами посмотрели на F3 конь Е8 конь F7 H5 и C6 хода основные хода все были разобраны давайте теперь посмотрим что делать если черные например вот в данной позиции после Fd2 не походят конь C5 а сделают что-то другое например ход конь D7 данный ход применил Накамура против Каруаны по-моему в Лондоне на турнире и партия закончилась довольно-таки интересно давайте посмотрим что делать на конь D7 мы играем конь Е2 Каруана играл довольно-таки правильно всю пар почти всю партию и так мы играем конь G2 дальше было конь Dc5 конь G3 видите ведет коня на G3 хотя мне кажется что если следовать логике то мы можем походить F3 и H4 не ведя коня на G3 так как нельзя встретить ходом H5 но в данном случае конь G3 еще борется с ходом F5 C6 кстати со мной лично конь D7 конь C5 может быть ну один раз сыграли то есть это довольно-таки редкий план конь D7 конь Dc5 он немножко нелогичен но ничего страшного C6 есть свои идеи слон Е2 Cd как я уже говорил всегда бьем пешкой C Cd А4 и H4 обратите внимание Каруана обошелся без хода F3 слон D7 H5 важно что эта партия была сыграна в классику еще ладья C8 король F1 A3 B3 естественно просто тут B4 конечно же не работает конь на H6 F5 F5 F6 F6 пытается Накамура перевести ладью где-то на F7 защитить пункт H7 конь B4 HG H6 LH7 LH2 для того чтобы сдвоить ладьи LH6 F6 LH7 и вот здесь я уж не помню как походил Каруана но он партию эту проиграл здесь он сделал совсем плохой ход а легко выигрывал ходом G5 партия побеждалась довольно таки просто после хода G5 у белых выиграна тут оценка чуть ли не плюс 10 можете потом сами проверить на компьютере здесь должен быть разгром при случае конь F5 сдвоение ладьи конь H5 слон H5 по всем фронтам в общем конь F5 там G, FH8 король F7 слон H5 в общем тут разгром по полной программе должен был победить Каруана но самое забавное что плюс 10 у меня когда даже двигал и ждал движок то потом в какой-то момент останавливался смотрю уже доходит чуть ли не до плюс 14 и вот это каруана второй по рейтингу проигрывает и такое бывает и это в классе ну собственно вы должны знать этот ход же 5 и вы должны легко выигрывать и так конь D7 конь G2 здесь еще может быть ход F5 да то есть вот такой вот немножко кривой без установки коня A6 на C5 сразу проведение F5 в данном случае мы бьем EF GF GF и GF ну тут даже не важно было чем бить мы просто забираем пешку на F5 очень важно почему мы бьем здесь дважды то есть тоже для понимания вам понять почему вот там вот мы не перебили дважды а тут мы перебили нюанс в том что пешка осталась на F2 а не на F3 у нас не слабая диагональ H4 E1 и нету зацепки на F3 вот поэтому мы можем походить EF GF все перебить конь Dc5 конь идет на G3 забираем конечно же слона и толкаем пешку аж до упора плюс освобождаем слону F1 поле H3 F6 длинная рокировка позиция белых выигранная перевес огромный белым играть очень приятно плюс я думаю что те кто немножко не очень хорошо чувствуют себя в стратегическом плане то вы чуть-чуть окрепите здесь в этом моменте итак хорошо в данном случае мы рассматривали с вами ход A5 правильно давайте посмотрим если черные походят конь A6 что мы будем здесь делать играем G4 конь C5 и F3 что остается посмотреть остается посмотреть то если черные не захотят ходить A5 то есть будут это допускать есть возможности следующие это конь E8 H5 и C6 то есть черные не хотят тратить время на ход A5 давайте начнем с хода H5 в данном случае мы играем ферзь D2 и у черных есть вот этот ресурс конь H7 правильно то есть теперь на GH будет ферзь H4 но мы играем сперва B4 ферзь H4 не страшно так и слонах 2 напали на коня C5 у черных есть выбор конь H6 или конь D7 вот конь D7 совсем плохо из-за GH важного нюанса ферзь H4 слонах 2 ферзь H5 и конь B5 позиции черных безнадежны внезапно некому защищать пункт C7 поэтому черные должны походить конь A6 но мы должны в свою очередь запомнить этот момент А3 защищаем пункт B4 все достаточно просто конь B8 теперь бьем GH это вот кстати такое исключение скорее что мы все-таки бьем GH а не делаем скажем длинную ракировку ферзь H4 ферзь F2 ферзь H5 конь B5 конь A6 на А7 мы пока что не забираем стараемся все-таки вывести все фигуры конь Е2 да потому что если забрать на А7 то может быть ход F5 можем случайно не выйти с дебюта конь G3 ферзь H4 EF GF и длинная ракировка вот важно что F4 не страшно так как это даже плохой ход так как мы пойдем просто конь Е4 висит ферзь и после ферзи F2 слон F2 позиция у нас доминирующая пункт Е4 слабость на А7 белопольный сильный слон а у черных слон G7 очень важно что остался тупой поэтому после 3-0 хода F4 нет у черных играет слон D7 мы играем сами уже F4 младя Е8 младя Ж1 и перевес белых снова очевиден и в пространстве и в расположении их фигур конь Е6 вырезан слон G7 не самый перспективный на этой доске и так давайте еще раз это была реакция с ходом H5 теперь если на F3 походит все-таки конь Е8 со мной так несколько раз играли идея довольно-таки интересная и после ферзи Д2 отреагировать ходом слона F6 то есть сразу же черный пытается своего слона оживить то есть мы в этом дебюте очень часто напрягаем слона G7 а черные ознакомлены с этой идеей и пытаются сразу же что-то предпринять со своим слоном после хода слона F6 мы делаем 3-0 не боимся и ход слона 4 именно вот данный ход слона 4 пугает большинство людей они боятся сделать длинную рокировку начинают двигать пешку G5 так как боятся что черный установит слона на F4 мы никак это не пробьем имеют право такая мысль но здесь вот такая реакция связанная с ходом F4 нестандартная поле Е5 вроде бы как бы отдаем но конь F6 стоит уже на E8 и ему заново возвращаться конь F6 конь D7 конь E5 довольно таки трудно будет мы играем F4 слон C5 DC и конь F3 после чего мы потом задвинем пешку на E5 и у черных будет слишком пассивная позиция вот так вот остается посмотреть ход C6 то есть ферзь D2 вместо конь E8 F3 C6 мы играем сразу же B4 самых хитрых черных мы наказываем за то что они не ходят мы играем B4 CD ну понятно мини промежуточный ход так как на БЦ будет реакция D4 так как такие усложнения нам не нужны мы бьем CD конь D7 и играем слон D3 не спеша то есть важно понять что здесь пока что конь E2 и конь G3 не нужно проводить играем слон D3 A5 A3 нельзя пешку B4 сдвинуть с места потому что черный поставит коня на C5 конь E8 конь G2 и слон H6 та идея которая говорила в самом начале еще мини тактика но ничего страшного слон H6 ферзь H4 конь G3 нам слон важнее то есть ферзь G3 просто будет уход например король E2 или король F1 поэтому ферзь H6 и ферзь D2 вымениваем ферзей после чего черные поля наши не будут свистеть так как у них тоже нет чернопольного слона и нет опорных полей так как до F4 не добраться поле E5 занято их собственной пешкой F4 мы никогда не проведем будем играть на ферзь фланге и поддам и так собственно мы посмотрели все варианты на связанные с ходом E5 связанные с ходом E5 все идеи за черных мы разобрали на самом деле вот когда с вами ход E5 это очень приятно у вас называется бесплатная атака вы даже ничего не пожертвовали просто атакуйте на королевском фланге это мой один из самых любимых вариантов давайте пройдемся еще раз по основным линиям что здесь мы вообще посмотрели итак у черных есть самостоятельный ход конь H5 который нужно просто запомнить что на конь H5 мы проводим слон E2 слон F3 потом G3 да и есть план с переводом коня на C5 есть с включением ходом H5 есть без включения хода H5 еще раз давайте посмотрим если черный проводит конь A6 мы играем G4 конь C5 напали на пешку E4 обязательно F3 слона на F1 оставляем он нам пригодится и дальнейший план связан с продвижением пешки H4 у черных здесь мы рассматриваем сперва ход A5 черные играют A5 и мы делаем важный ход FD2 чтобы если походили H5 мы сделали длинную рокировку и на конь H7 была возможность побить GH итак что у черных здесь есть у черных здесь возможно еще план это C6 под следующим побить CdA4 FZ5 либо FD7 или E8 с идеей провести F5 если черные отходят конем на E8 то мы запоминаем что после F5 мы бьем пешкой E4 так как есть возможность потом побить C5 и установить коня на E4 если пойдут конем FD7 то мы помним что мы бьем GF ну ходим H4 так как нету хода H5 и на F5 бьем GF GF делаем длинную рокировку чтобы пойти H4 H5 дальше моя партия с Ферруджи где мы проводим пешку до H6 устанавливаем коня на F5 с разгромной позиции собственно это была первая часть которую я надеюсь что всем будет не только запоминающая но и доступно понятно для восприятия играть на самом деле этот вариант очень приятно и легко останется нам посмотреть во второй части это ход C5 переход Марацы и всякие левые варианты наподобие конь C6 конь BD7 и конь A6 до встречи